Дабл Мюжик, Дабл Мюжик 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 Ну, пугал! Снимаем? Ну-ка, давай, смоделируем ситуацию Команда побеждает, выигрывает деньги. На что планируют своих потратить? Ну, во-первых, главная цель потрата на этих средств, это покупка двигателя для нашего болида а второе, это само наше путешествие на этап в Чехию. Учитывая, что нам надо поехать командой из 15 человек плюс перевезти с собой болид то это стоит определенно немалых денег и путешествовать нам надо аж на 2000 километров, потому что до города мост, в котором мы будем ехать, ровно 2000 километров и туда и обратно 4000 километров соответственно мы вот пока еще рассматриваем разные варианты по логистике, как лучше нам ехать то есть возможно мы поедем там допустим бусом каким-то бусом с двумя людьми поедет машина все остальные либо полетят визаэром либо поедут как-то своим ходом может бла-блакаром всей командой поедем посмотрим как это все получится много ли материала нужно еще закупить? на данный момент мы закупили большую часть материала и по нашим предварительным расчетам, потому что мы планировали и проектировали у нас есть у нас есть уже почти все то есть там не хватает сейчас на данный момент уже не столько материалов сколько там разных крепежей шаровых и подшипников с которыми мы вот сейчас вот пытаемся решить вопрос как их будет правильно приобрести или достать или как-то вот получить в общем а по материалам нас уже слава богу мы закрыли большую часть опросов то есть наши партнеры помогли нам и привезли нам нужные нам нужные нам материалы то есть в частности это металлы заготовки по металлам с которых мы будем фрезеровать сейчас кулаки также рулевую рейку и вот собственно говоря вот из того металла который мы уже использовали это были трубы для рычагов и для поварки рамы а насколько важна победа в НСКФЕ ЭТИХ? Победа важна вот наверное как в материальном так и в моральном плане вот на данный момент для всей нашей команды вот эти 100 000 важны потому что без них мы не сможем настроить машину но это вот первый аспект а второй аспект который более важный это то что вот если мы сможем выиграть если мы выигрываем на СКФЕ ЭТИХ то это будет такой хороший моральный стимул для всех потому что вот наша вся команда и надеемся там большая часть КПИшников на самом деле увидит и поймет что вся вот та история которой мы занимаемся она на самом деле важна и люди это понимают что вот очень круто когда ребята с нуля проектируют собирать машину и пытаются как-то показать что киевские украинские инженеры могут строить что то сделать что то стоящее вот поэтому для нас там стратегически тактически важно сейчас выиграть для того чтобы доказать всем что да на самом деле это круто это важно хорошо а как зародилась идея и у кого по поводу участия ну вообще вся идея формулы студент КПИ родилась у Виталия Пасечника это заведующий кафедрой интегрированной технологии машиностроения механика машиностроительного института благодаря ему вообще сформировалась команда на протяжении очень длительного этапа времени некоторые студенты ездили в Германию на практику кто-то ездил на обучение и приезжали и общались с Талем Анатольевичем и говорили что вот мы были в Германии там есть такая история как формула студентов ребята сами с нуля проектируют строят и потом презентуют свою машину соревнуются между собой то есть на самом деле там это довольно престижно интересно и во всем мире это считается самым интересным инженерным соревнованием и вот где-то так на протяжении нескольких лет Италий Анатольевич там думал по поводу того стоит не стоит что и как и в 2014 году вот в июне 2014 года он принял кричитное решение что вот да я хочу стать куратором всей этой истории и стать ее основателем и вот с того момента именно он написал пост в социальных сетях благодаря которому вся вот там которая стала первым таким толчком к созданию команды вот после этого мы прошли там несколько этапов становления команды и вот где-то через полгода у нас уже был такой собранный коллектив который начал проект там уже конкретно проектировать машину расписывать обязанности и заниматься уже выполнением конкретных задач и расскажи пожалуйста как получилось шесть кпи-шных проектов в финале ну на самом деле шесть кпи-шных проектов в финале только благодаря сплоченности кпи-шников и вообще кпи-шному студенческому движению вот если бы его не было и вот мы были бы не кпи а каким-либо другим вузом то я думаю что такого бы не получилось на самом деле все шесть команд которые прошли финал и даже не шесть я бы сказал бы семь потому что к сожалению один капришный проект не смог попасть вновь работали очень усердно на протяжении последнего месяца на то чтобы рассказывать как можно больше о своем проекте причем как в социальных сетях в интернетах точно так же и просто в повседневной жизни в офлайне подходя просто к людям на политехнической идтируя их голосовать за их проект рассказывая людям просто где-то на улице вне территории там своим родственникам мамам папам не знаю домашним питомцам собакам тоже голосовали да белки там говорят разные голосовали еще в парке что тоже их регистрировали они голосовали не знаю правда правда это или нет в принципе если бы не было кпи-шной стиль ноты то ничего бы не было идики завдяки интеграции стильных зусиль мы отримали такими необходимыми для нашего университета на такой прекрасной ноте можно закончить интервью спасибо большое не за что спасибо за то что пригласили надеемся еще увидимся и от этого не за что не за что ничего не за что есть даже не за что Продолжение следует...